Доброе утро, дорогие друзья! Рады видеть вас. Слава Господу за этот день и за этот час утренний. Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе мы за Твое присутствие здесь, за возможность и благодать Господи наполняться Словом Твоим, освящаться им, Господи. Ибо мы уже освящены Тобою, Иисус. Слава Тебе, Христос! Благослови это небольшое слово вступления. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Итак, первое послание Коринфяна, 1 глава, 30 стих. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Итак, мы видим здесь, что мы уже не от самих себя, а мы от Него, который есть, во-первых, премудрость наша, праведность, освящение и искупление. Это говорит о том, что Он есть премудрость, Он праведность, Он освящение, Он искупление, а мы от Него. Это являет нам новую тождественность в Иисусе Христе. Первое, мы можем сказать, если Он искупление, а мы от Него, то мы искуплены Его искуплением, не нашим личным, о котором мы можем в своих мыслях думать, или которое ограничено, скажем, а Его искупление, Его спасение, оно вечное, и мы от Него. Далее мы с вами видим, Он есть праведность, а мы от Него, и мы можем сказать, поэтому и мы праведны в Нем, потому что мы уже не от нас самих. Он совершил это искупление, и мы праведны праведностью Его. Слава Тебе, Господь! Далее давайте посмотрим. Он искупление... А, второе должно было быть освящение. Он есть освящение, и здесь я хотел сказать, немного сбился, извините. Он есть искупление, и это первое освящение, мы можем сказать. Это первое спасение, спасение, искупление, это первое освящение. И также Он есть для нас и второе освящение. Это освящение на каждый день нашей жизни, потому что мы от Него, и Он дает нам благодать быть освящаемым. Как это сейчас совершается, это освящение может быть в собрании святых, и также может быть и индивидуально. Далее, Он есть праведность наша, мы от Него, и поэтому мы праведны в Нем. И как мы с вами в этом укрепляемся, это вторым освящением, о котором мы только что сказали. Когда мы освящаемы, тогда мы убеждены и тверды, и укреплены, что мы праведны в Нем. Потому что мы еще ходим в этом естественном теле, которое иногда отвлекается, которое иногда уходит в себя. И сила освящения дает нам убежденность, дает нам правильную тождественность, такую же, как и у апостола Павла, который он сказал в 1 Коринфянам, 15 главе, 10 стихе. И также, Он есть премудрость, а мы от Него, и мы мудры. Мы уже не мудры с вами по плоти, или как здесь ранее говорится, мы в общем-то раньше были не мудрыми, или мудрыми по плоти. А сейчас мы мудры, потому что Он есть премудрость, а мы от Него, и мы мудры мудростью свыше. Что она совершает? Она освящает нас, она наполняет нас Иисусом Христом для того, чтобы мы были мудры прилагать эту мудрость, как мы пели в песнях, являть Иисуса Христа, являть милость Его. Мы мудры премудростью свыше не для того, чтобы пребывать в мудрости земной, мудрости душевной, так сказать, потому что мы уже не от Него, мы не от мудрости во плоти, а мы от Иисуса Христа, который есть премудрость, и мы мудры в Нем для того, чтобы являть эту мудрость Евангелия, являть эту премудрость милости Его, являть эту премудрость благодатью Его. Аминь. Благослови Вас Господь. Аминь. Спасибо большое, Пастор Назулан. Замечательное слово. Мы от Него. В этом вся суть. Это как Петр. Иисус говорит ему, ты, Петр, но ты от скалы, как камень от скалы, имеющий ту же самую природу. И здесь мы имеем природу Его искупительной жертвы. Мы освящены, мы правильные. Да и наша жизнь, она все время в Его мудрости. Наше время – это Его время. Слава Господу. И мы радуемся этому. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это особенное время, помазанное время, духовное. Мы благодарим Тебя за эти истины. И мы наслаждаемся этими истинами, потому что это Иисус. Иисус – это не человеческая мудрость, но это мудрость духовная. Это большая радость, потому что действительно, то, что твое, оно вечное. И то, что человеческое, оно фрагментарное. Что такое счастье? Вот оно, счастье, говорит человек, и через пять минут уже все. Он привык к этому. Мы в Твоем Слове, Господь, слушаем, восторгаемся. От переполненности сердца говорим, делимся друг с другом и наслаждаемся. Благослови, Господь, сейчас эту порцию. Прославься, Бог, нас. Во имя Твое Иисус мы молимся и просим. Аминь. Итак, у нас сегодня восьмое слово посвящения. Очень интересно. Очень интересно. Как вся Библия. Когда читаешь, то есть поверхностное восприятие. А когда углубляешься, это духовное восприятие. Итак, наша порция сегодня. Вторая глава, послание к Коринфянам, с первого по пятой стихи. Давайте я предварительно нашим размышлениям прочитаю эту порцию, а потом будем вникать в слово. Апостол пишет первый стих. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и при том распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Интересно, читая этот отрывок, мы видим здесь очень такую прекрасную картину. Это все духовное. Вообще Библия – это речь о духовном. и как это духовно взаимосвязано. Например, обыкновенная фраза, первый стих. «Когда я приходил к вам». Да, это было такое. Он после пребывания некоторого времени и ожидания. «В Афинах» – это книга «Деяния 17-я глава», где он и ожидал своих спутников, чтобы они пришли к нему. И был в разных местах Афин и размышлял. Интересно, правда. Мы, когда, представляете, поехали бы в Афину. И я обнаружил, что в последние годы своей жизни меня города не интересовали. Мне интересовали эти, допустим, древние строения. Мы приезжали на конференцию в европейские страны, в Америку. Это главное было то, что интересовало людей. Наши братья и сёстры в разных церковах по всему миру. И это было счастье смотреть, видеть, знаешь историю и видеть, как возрастает. А поначалу, может быть, хотелось посмотреть. Например, мы приехали в Будапест в девяностом году. Ой, такой красивый город. Да. Река красивая. Эти строения, архитектура. А потом слово, слово, слово Божье это совершенно другая вселенная. Ну вот, посмотрим. Я приходил к вам. Зачем? Я в этом мире для чего? Как знаменитый актёр Этуш. У него был юбилей. Но это несколько лет назад. два-три года назад. И к нему, конечно же, известная личность. Пришло много людей. Были журналисты, которые хотели записать мудрую мысль. И он сказал мудрую мысль. Они сказали, вот вы прожили столько времени. Он говорит, да. И вот представьте его задумчивое лицо и сказал, а зачем прожил? Не знаю. Это приговор для всего человечества. жить в том мире, в котором есть везде предназначения. Всё структурировано. А живёшь для чего? Все сентенции, которые имеются, вот так жизнь нужно прожить, вот так нужно прожить. На время, да, мудро. А потом исчезает. А потом приходишь к выводу, что да не так жить-то надо. Павел, ты для чего пришёл? И он отвечает, я приходил развещать вам свидетельство Божие. Великолепно. это то, что мне, как верующему, необходимо. Мне бы хотелось, чтобы многое было в Библии написано через апостола под одну секунду. А то, что написано, этого достаточно. Но как приятно читать размышления любого земного автора, который написал Библию, самый главный автор – это Дух Святой. Это самое главное. Люди, я помню, ну, когда церковь только появляется, насаждаешь их, да, и вот люди приходят, они из разных своих путей пришли, у них разные свои концепции, философии и духовные представления. Кто-то будет спорить, ну, разве Библию не написали люди? Да? Ну, так они могли, мы же знаем, эти авторы, они то, один такое пишет, другой такое, третий фантазирует, вообще где-то летает. Так и эти тоже. Нет? А как ты докажешь, что нет? Запросто прочту, да и скажу, так и есть. Ну, так и я возьму, скажу, ну, а ты скажи. В чем дело-то? Разница большая. Я верующий. И все. я верю и моей жизни это происходит. Павел, ты для чего пришел? Я скажу, для чего он пришел? Он пришел для того, чтобы рассказать мне, верующим, вам, верующим, людям о Боге, о свидетельстве Бога. Как вчера у нас проповедь замечательная была. Мне нравится эти проповеди великолепны. Это духовная насыщенность. Это не дела человеческие. Дела человеческие потом. А первое это духовная насыщенность. Кто такой Бог? Мне нужно свидетельство Божие. И вчера было пять пунктов плюс два. И это по римлянам восьмая глава 29 стих 30. Какая красота. Еще нету вселенной. Нету ни частицы, ни атома, ни Фридмона, как Фридман изобрел свою вселенную. есть только Бог. И если Он нам не скажет, не откроет о себе, посмотрите, что произойдет. Если Бог не поговорит со мною, я буду атеистом. А хорошая мысль. только Он говорит. Первое, как Он говорит, через то, что Он сотворит. И мы с удовольствием смотрим на творение Божье, наслаждаемся. Утром просыпаешься, если еще темно, ночь, все тихо, как только рассвет, чриканье птички там рассказывают и так далее. Маленькая печушка так разговаривает, что для того, чтобы мне, человеку изобрести такое устройство, понадобилась и энергия, и различные усилители и так далее. Это очень сложно, чтобы такой звук получался. А она еще поет, ну и так далее. Это свидетельство, общее свидетельство о творце. Но когда мы это свидетельство рассматриваем, то обязательно приходит вопрос, а какое отношение у Бога ко мне, к человеку? И здесь нужно специально свидетельство. свидетельство Бога, Бога о Сыне Своем, о Боге Сыне. И в Боге Сыне раскрывается богатство Отца, Бога Отца, Бога Сына, и раскрывает это Святой Дух. Это духовная категория. Я приходил к вам возвещать свидетельство Божье. И оно не в превосходстве слова. В то время в Римской империи было много мудрецов, философов. Можно было бы их объединить одним словом софисты, то есть знающие некоторую мудрость или же способные говорить мудро. И для людей это было как музыка. Что-то они понимали, что-то нет. Это были умудреные речи о логике, о природе, миро устройства. Но это не было о Боге. Или же так как человеческий дух парализован без возрождения. А при возрождении происходит, то есть рождение свыше происходит, как Иисус сказал, когда его в третьей главе начальник иудейский Никодим ему задал вопрос. «Вот ты сказал родиться еще раз». Там эта фраза может быть прочтена двояко. «Еще раз родиться» или же «родиться свыше». «А как можно это сделать? Как можно? Не войдет же в утробу матери второй раз». Иисус говорит странную вещь. Ее можно читать тоже двояко. «Ты знаешь ветер?» «Ветер» на греческом языке это пнеума. И он дышит, дует где хочет. Это одно прочтение, а другое ты же знаешь, что есть дух пнеума. И он дышит где он хочет. И где бы ты ни находился, тебе нужно только духовное слово. И если оно духовное, то в тебе будет порожден отклик, если ты задумаешься и примешь это слово. И Дух Святой поставит на тебе печать. Об этом пишется в послании к Ефесянам 1 глава 13 стих «Как произошло наше рождение». Первое. Мы услышали Евангелие. Это благая весть о том, что Спаситель, тот, который обещал в самом начале сотворения человека, которого собратил дьявол, и он обещал человеку, что он сам придет как человек. Это Бытие 3 глава 15 стих. И он разрушит все дела дьявола. Хорошо было обетовано. И где разрушение произошло? Бог стал человеком. Евангелие от Иоанна. Первая глава 14 стих. И он жил среди людей. Они видели его как человека. Слушали его, и они были поражены мудростью и глубиной познаний Иисуса человека. И у них были прозрения. Вероятно, это и пришел Бог во плоти Мессия Мешиах. А другие говорят, да не, не, не может быть. Если пришел он бы уже Римскую империю победил бы. Они ждали другого Мессии. Мессию второго пришествия, когда он придет как царь. А первое пришествие пугало их. Они не понимали, как Мессия придет и будет незаметно. 53 глава книга Исаии. Придет, чтобы выполнить свои же слова, сказанные в самом начале жизни рода человеческого, когда были только Адам и Ева. И он сказал, что он придет. Он родится как человек. Не Бог родится, а человек, но в нем Бог, чтобы принести себя в жертву. И это свидетельство Бога произошло. Как можно сказать, а что это обозначает произошло свидетельство Божье? на кресте человек, падший в природе, он будет все время кого-то другого обвинять. Почему один из палачей, римский сотник, который наблюдал за проведением казни над Иисусом, рядом с ним по левую, по правую сторону находились два злодея, которые обвиняли Иисуса лжец. Если ты Сын Божий, тогда бы ты давно сошел с креста, если бы ты был. Ну давай, давай. Это человеческое мышление. Давай, засвидетельствуй. А так ты человек. И вот он говорит отец, молитва на кресте не вменит им этого греха. Что? Что они распинают его как преступника. Они не понимают, что они делают. А что же они не понимали? Происходит выполнение того обетования, которое Бог дал на заре человечества. И это обетование было «Я приду как человек, и я все сделаю, и освобожу вас, каждого поверившего, освобожу». И вот он кричит завершающую фразу «Совершилось!» Все, обетование совершилось. Теперь что делать? Да, он сказал, и он совершил. И теперь мне необходимо, чтобы меня, человека, Дух Святой обучил. И он будет сначала обучать тех, которые воспринимают, а потом те будут обучать нас. И вот уже это количество возрастает, и ты смотришь и слышишь, как, например, во времена Советского Союза все говорили, что да нету Бога, нам лекции читали, да Христа и не было вообще не было рождения такого, не зафиксировано. И так далее. Ученые степени, это что было за свидетельство? Человек, ты меньше говори об этом и добирайся до своего места на кладбище и все, ну все там будем. А тут такое свидетельство, он уже все совершил. И в превосходстве слова или мудрости я рассудил первый стих я приходил к вам братья чтобы возвестить свидетельство Божие и оно не было красноречием это было фактическое утверждение что он пришел и сделал все второй стих ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего а запомните это у Джошуа Макдалла написано во вступительной части книги не просто плотник об Иисусе Христе человек и потом оказывается это сам Господь Бог Мессия который пришел для того чтобы выполнить все он не просто плотник не просто сын плотника не просто человек а он пришел в этот мир для того чтобы стать жертвой он знал это и смысл второго стиха я рассудил быть у вас не знающим ничего кроме Иисуса Христа и притом распятого что означает эта фраза и притом распятого все он совершил человек принимая эту жертву он за твои грехи пролил кровь он все выполнил он не отказался он не сошел с креста он сказал совершилось и ты когда ты принимаешь это в твоей жизни происходит совершенно чудесное событие ты рождаешься свыше твой дух наполняется духом святым и дух святой является тем о котором написано например во многих местах пишется что делает дух святой но вот 2 Петра 1 глава 20 стих писание нельзя истолковать самому потому что один будет так толковать другой по другому а как же тогда истолковать тебе необходим истолковывать точно так же как воспринимали это писание авторы человеческие они были ведомы водимы духом святым и можно было бы сказать иронически сказать ну так может быть и я пускай там буду писать да не пускай а это нужно принять Иисуса Христа и сказать и говорить и повторять себе я верую и тогда открывается эта сфера когда-то я занимался наукой и научный работник который вела меня по этому направлению она предлагала чтобы я очень глубоко вникал в те вещи которые я изучаю и там был инструментарий осциллографы различные другие условия вслушиваться как происходит произнесение того или другого это фонетика была и вникая вдруг я начинал понимать что это такое когда человек занимается научной деятельностью он вникает он начинает верить в это направление и у него будут и книги и так далее и доклады потом защита диссертация а вот вера в Иисуса Христа мне надо посмотреть на общее откровение а потом сказать да если он пришел и совершил то мне лучше поверить и только тогда будут открываться сокровищница духа насколько археологи вникают в те раскопки которые они проводят вот земля раскрыли нашли что-то так нет он будет нам все это кисточкой аккуратно рассматривать у него свои образы какие которые были раньше мы с вами берем Евангелие и читаем интересно Павел пишет второй стих я я что я у вас буду проповедовать только об Иисусе Христе распятом чтобы вы поняли что он совершил для вас поверили и тогда с этой верой рожденного свыше человека вы идете вперед теперь посмотрите на третий стих и был я у вас в немощи и страхи и в трепете великом хорошо вот такое высказывание записано у него он в трепете великом а я исследую то что он говорит откуда этот трепет великий откуда этот страх откуда эта немощь это очень важно книги Исаии книга Исаии была записана за шестьсот пятьдесят семьсот лет до Рождества Христова Исаии было известно что скоро иудейское царство падет приближался новохудоносца со своими воинствами евреи действовали не так как полагается да они приносили жертвы но они думали что эти жертвы и являются эффективным средством для того чтобы их грехи были прощаемы а все эти жертвы приносились как указательно на ту единственную жертву которую совершит Иисус потому что Бога устраивает только лишь одна жертва праведника за неправедных и тогда неправедные которые увидят это и примут Иисуса Христа Бог уже решил что они являются праведными теперь ну как же скажи он же неправедный он негодяй этот человек не спорь с Богом если он сказал он добьется этого он он Продолжение следует...